ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ ВОЙНЫ Добрый день! Это девятый выпуск подкаста «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ ВОЙНЫ». Тревожные новости этим летом приходили не только из Украины, но и со всего света. Аномальная жара и засуха в Европе и Китае. Катастрофическое наводнение в Пакистане, в результате которого треть страны оказалась под водой. Все эти события сигнализировали о том, что аномальные погодные явления становятся частью нашей жизни. Тяжело спрогнозировать, где в следующий раз выпадут ливневые бомбы, а где небывалая жара уничтожит урожай. Тем важнее людям объединиться, чтобы совместными усилиями найти решение по преодолению катастрофы, по достижению мира. Возможно, это только в том случае, если будут найдены мирные пути взаимодействия. Пока мир раскалывает противоречия, нас будут продолжать преследовать катастрофы. Война в Украине учит. Учит не только тому, что нельзя принимать необоснованную агрессию, но и тому, как надо находить конструктивные решения даже в это трагичное и непростое время. Уже сегодня украинцы активно обсуждают, как будут восстанавливать свою страну. Продолжают фиксироваться факты загрязнения и нанесения оккупантами урона, о чем мы поговорим в этих хрониках, однако видно, что люди и страна настроены на конструктивный лад. Так, например, на главной странице сайта Украинской экологической организации «Экодия» сегодня вы найдете не только интерактивную карту экологических последствий вторжения, но и новости о том, как сделать сельское хозяйство органическим, почему важны проекты справедливой трансформации и как превратить бетонные джунгли в места природы в городе. Сообщения о готовности Европы к зиме привели к падению цен на газ. Еврокомиссия заявила, что ведется усиленная работа над долгосрочной структурной реформой и механизмами интервенции в рынок энергоресурсов, чтобы предстоящий отопительный сезон был пройден успешно. В частности, предполагается ограничение цен на топливо и сокращение спроса на электроэнергию. Подробнее этот вопрос будет рассмотрен на встрече министров энергетики стран Европы 9 сентября. 14 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучит планы по решению энергетического вопроса в ЕС. Германия уже утверждает, что готова к зиме. Так министр экономики и климата страны заявил, что необходимая подготовка к наиболее энергозатратному сезону не только началась, но и идет полным ходом. Канцлер Олаф Шольц отметил, что правительство быстро приняло далеко идущие решения. Оптимизм европейских лидеров отразился на цене на газ. На торгах 31 августа в Европе она упала на 21%, несмотря на продолжающийся террор со стороны российских поставщиков газа, которые в эти же дни заявили об остановке северного потока по техническим причинам. Единственным решением энергетического кризиса является полный отказ от углеродного топлива. Именно компании, занимающиеся добычей и переработкой угля, газа и нефти, получили в этом году самые высокие доходы на фоне энергетического, климатического и вызванного войной в Украине кризиса. Как пишет Guardian, за первые шесть месяцев 2022 года пять ведущих компаний из углеродного сектора BP, Shell, ExxonMobil, Chevron и Total скорректировали прибыль в почти 100 миллиардов долларов. Именно такую сумму богатые страны обещали бедным в 2020 году, чтобы те могли справиться с последствиями изменения климата, однако так и не выполнили обещания. Напомним также, что в 2009 году Большая Двадцатка договорилась о поэтапном отказе от неэффективных государственных субсидий углеродного топлива. В 2016 году Большая Семерка, в которую входят Канада, США, Франция, Италия, Германия, Япония и Великобритания, даже обозначила крайнюю дату – 2025 год. Сегодня, на пороге 2023 года, Европа еще раз убеждается, что зависимость от углеродного топлива – это путь к умножению, а не решению кризисов. В результате вторжения было уничтожено или повреждено 550 МВт солнечных электростанций, однако в Украине продолжают развивать возобновляемую энергетику. Об объемах потерь сообщает Ассоциация солнечной энергетики Украины. Больше всего пострадала солнечная энергетика на оккупированных территориях и в зоне боевых действий. 68% уничтоженных объектов расположены именно там. Среди уничтоженных или поврежденных станций почти 65% составили домашние, около 30% промышленные наземные и почти 6% расположенные на крышах промышленные панели. Напомним, что около 60% объектов промышленной солнечной генерации в Украине размещено именно на юге и востоке страны, то есть на территориях, где продолжают вестись боевые действия. Уже в апреле 2022 года Станислав Игнатьев, генеральный директор Solar Generation и сооснователь Харьковского энергетического кластера, сообщал, что в результате вторжения пострадало около 30-40% промышленных станций в регионе общей мощностью в 1100-1500 МВт. Больше всего пострадали солнечные электростанции, расположенные в Николаевском энергетическом узле. Разрушению подверглись не только сами панели, но и инфраструктура. Как пишет «Экономично правда», сегодня под угрозой уничтожения находится около 60% всей солнечной генерации Украины. В частности, вблизи зоны боевых действий расположена Дунайская солнечная электростанция, площадью 80 гектар и мощностью 43 мВт. Староказацкая солнечная электростанция, площадью 80 гектаров и мощностью 43 мВт. Покровская солнечная электростанция, мощностью 240 мВт и площадью 437 гектаров. И другие. Многие из них принадлежат иностранным компаниям, в частности, китайским и канадским. Однако, даже в условиях войны, развитие возобновляемой энергетики в Украине продолжается. Так, например, в Тернополе установили солнечную энергетическую систему Smart Flower. За счет роботизированного управления панелями, она вырабатывает электроэнергии на 40% больше, чем простые солнечные батареи. Включена возобновляемая энергетика и в план восстановления Украины. Государственная экологическая инспекция оценила ущерб, нанесенный вторжением. По словам первого заместителя главы Государственной экологической инспекции Украины Дмитро Зарубы, вторжение привело к пожарам в лесах на площади в 55 тысяч гектаров, ущерб от которых оценивается в 4,5 миллиарда евро. Сельскому хозяйству причинен ущерб в 365 миллионов евро, животных уничтожено на сумму в 22 миллиона евро. Недавно на «Зеленом портале» опубликовали статью, в которой эксперты украинских экологических организаций представили ущерб от последствий войны. Как верно подметили специалисты, выразить его в денежном эквиваленте сложно и неэффективно. Речь может идти как о краткосрочных, так и долгосрочных последствиях. Так, уничтоженные в результате обстрела пахотные территории могут быть выведены из эксплуатации на годы. Это приведет к тому, что подраспашку пойдут другие земли, в том числе самосевные леса, а, возможно, даже природоохранные территории. Поэтому финансовые показатели не раскрывают полной картины происходящего в Украине сегодня. Они используются для того, чтобы сформировать базу для получения репараций. Однако, даже при их получении важно понимать, война имеет куда более глубинные последствия, которые вся Восточная Европа будет осознавать и переживать еще десятилетия. Украина готовится к непростой зиме и не забывает про экологические привычки. Лето заканчивается, впереди осень и за ней зима, которую называют, если не решающей, то определяющей в этой войне. Готовятся к зиме и украинцы, которым экологи настоятельно рекомендуют разработать персональные эффективные проекты по сбережению тепла и энергии. Например, утеплить помещение, чтобы как можно меньше зависеть от перипетий отопительного сезона. Так, эко-рубрика подготовила серию рекомендаций, к которым относятся не только привычные для войны советы, такие как собрать дежурный чемодан, запас еды, воды, спичек и фонариков, но и заранее купить теплую одежду и утеплить здания. Также активисты предупреждают, что важно не забывать про экологическую сознательность и даже в условиях войны продолжать вести дружественный к окружающей среде образ жизни, продолжать развивать зеленые практики. Тем более, что кроме связанных с войной проблем, никуда не делись и существовавшие ранее. Так, пожары на Торфяниках вновь привели к загрязнению воздуха Киева, в результате чего город оказался на втором месте в рейтинге по показателям самой загрязненной атмосферы, а уровень воды в горном озере Синевир, расположенном в Карпатах, опустился до исторического минимума. Помогают справиться с проблемами экологические решения, которые не только мотивируют, но и придают настроение. Так, например, в Одессе, несмотря на военное положение, продолжают бороться с одноразовыми стаканчиками. Проект Cup2U провел исследование, которое показало, что хотя около 90% опрошенных одесситов имеют собственный многоразовый стакан to go, многие забывают его, когда покупают кофе. Чтобы решить эту проблему и сократить использование одноразовых стаканчиков, активисты решили давать многоразовые чашки в аренду. За залоговую стоимость их можно получить в одной кофейне и затем сдать в другом месте. Конечно же, в эти хроники вошли не все экологические новости за последние две недели. Мы ничего не сказали про ситуацию на Запорожской АЭС, о которой «Зеленый портал» много писал за последнее время. Мы продолжаем повторять, что атомная энергетика в условиях высокой событийной турбулентности становится крайне небезопасным инструментом политических манипуляций и спекуляций. К сожалению, нам пока придется жить под угрозой аварии и читать рекомендации экспертов, как обезопасить себя в случае воздействия радиации. Но нашими повседневными действиями, выборами, решениями мы можем влиять на глобальную политику. Как отмечают европейские экологические активисты, одного человека может быть недостаточно, чтобы остановить экспансию углеродного топлива. Однако, если о своей позиции заявит миллион человек, политики вынуждены будут прислушаться. Мы сегодня живем под черным крылом трех кризисов – энергетического, климатического и вызванного войной в Украине. И преодолеть их можно только сообща. Поэтому не забывайте про экологический образ жизни. Переходите на сознательное потребление. Только так мы все вместе сможем пережить эти непростые времена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова